Лето. Который день хозяйка лета ходит по дворам, и по скверам, и по паркам, по речным волнам. Пляжи все пестрят народом, покупаться в сласть. Негде, правда, если честно, яблоко упасть. Крики, визг и смех повсюду, в общем благодать. Солнце палит, чтоб водички потеплее стать. От жары укрылся ветер под березкой в тень. Нет, чтоб тучку дождевую пригласить. Но лень. Он не хочет парус белый гнать за горизонт. Видно, в травах нежно-мягких сладкий снится сон. И спасаются от зноя люди лишь в воде. Нет ни облачка на небе, лето на дворе. Про всех. Мне хочется стихи писать про всех. Про море, про любовь и про песок. Про тайны, про секреты и про смех. Про поцелуй волны наискосок. Про то, как ветерок влюблен в волну. И верой, правдой служит ей всегда. А парус рубит ветер по сему. Но парус рубит в пальмах берега. Маяк на берегу, а рядом клён. Таверна старая с названием Тукмель. В дочь капитана юнга там влюблён. А капитан влюблённый в крепкий эль. Дочь капитана любит жемчуга. И дорожит свободою своей. Пока любовь ей юнке не нужна. Но любит красоту. Со дна морей. Вот коротенькая. Написано в тринадцатом году. Был такой день. Жаркий. Мать природы. Жара невыносимая с утра. На солнце палит просто беспощадно. Мы лету не кричим уже ура. А в тень бежим, где может быть прохладно. По небу расплескла синева. Три облачка летят себе куда-то. А тишина звенит, как тетива. И всё живое смолкно виноватым. Земля раскалена, но не наступить. Всем дождик нужен и для огорода. Как долго будет с нами так шутить. Непредсказуемая наша мать природа.